В это воскресенье в Киеве мужчина с шестилетним сыном погибли, перебегая в неположенном месте дорогу в несколько полос. Во Львове на прошлой неделе 15 человек попали в больницу из-за одного пешехода-нарушителя. А в октябре столичный водитель, который чуть не врезался в дерево из-за пешехода-нарушителя, выскочил из машины и прострелил этому пешеходу ногу из травматического пистолета. Хотя должен был просто вызвать полицию. И пешеход бы в этом случае заплатил штраф аж от 51 до 85 гривен. Даже 170, возможно, если и правда создал аварийную ситуацию. Или не заплатил бы. Рики подключил коллег из других городов, чтобы проверить, где копы штрафуют пешеходов. Ну куда вы бежите, скажите. То есть вам не страшно перед машиной, а если она собьет вас? Ну и что? Это при том, что пешеходный переход в каких-то 50 метрах. Вы идите за мной, я сейчас еще и вот тут перебегать буду. Вы шутите? Нет, вы полностью. Вы знаете, что мы девушек сбили здесь на Крещатике. А девочки медленно бегают. Вы знаете, что штраф сейчас за переход в неположенном месте. Так и пошла в переход, слава богу. Может, я ее штрафом напугал. За 10 минут, что я покрутился в центре Киева, я заметил не меньше 10 самоубийц. Ну куда же вы идете, скажите. Вы не знаете, сейчас штраф, что вы перешли здесь. Да не вопрос. И не вопрос, и денег тоже нет. Вы знаете, что нельзя здесь переходить? Почему? А вы видите здесь полоски? Тут все переходят. Как все? Подождите, вот 20 метров пешеходный переход. Я понимаю. Идемте вместе дойдем. Ну так вот смотрите. Вот он, пешеходный переход. Девочки, вы знаете, сколько сейчас стоит перейти здесь через улицу? Простите. Да, не простите. Это штраф за то, что вы переходите. Вот его же отсюда дали. Скидка 100% мы из Молдавии, мы Молдаванина. То есть у вас все переходов нет там пешеходных? Мы в очень маленьком городке живем. Жесть. А вон еще одна ломица. Вы знаете, что здесь нельзя переходить улицу? Знаю. А вы знаете, сколько стоит здесь перейти улицу? Нет. Ну я успела, проскочила. Проскочить. Бабушке что, жить надоело? Через многополосную дорогу побежала. И как резво. Боже, у вас же машина... Куда вы идете? Это беспредел какой. Тут машины, гляньте, с какой скоростью несутся. Бабушка скоростной беглец. Причем вот пешеходный переход. Это они такие смелые, потому что еще не знают, что полиция вовсю обещала заняться бегунами. Сказали, будут ловить и штрафовать на месте. Сейчас я это проверю на деле. В 100 метрах от Крещатика я вижу полицейский патруль. Сейчас попробуем перейти на ту сторону улицы. Интересно, подскажут они мне, где тут переходить? Вы не подскажете, на ту сторону как перейти? Через дорогу бьем, как шкурнули, чтобы только машина была. Через дорогу шкурнуть? Так тут же ж нельзя переходить. Ну окей. Очень мило. Полицейский сам отправляет меня через дорогу чкурнуть. А если я пойду через дорогу, вы меня штрафовать не будете? Что, охотно же меня штрафовал? Нет, просто я не могу понимать. Вы меня сами вообще как бы туда отправляете. Ну если что, вы штрафовать не будете? Нет, не буду. А что штрафовать не будете? А что вас штрафовать? Ну как вы, я так понимаю, что штраф вообще положен за это. А ну-ка проверим, а штрафует или нет. А если у меня нет с собой документов, вы не сможете штрафовать меня? Можем. А как? Завест на вас раз видел. Ну вот сейчас я перешел туда-сюда. Будете меня штрафовать? Давай, на документы я штрафую. А обычно не ловят, да, тех, кто не получился? А чего? А, что их ловят? Прямо. Проверив по своей базе, меня в итоге все равно отпустили. Мы проведем эксперимент. Якобы сейчас не вот эта бабушка, а Оксана, перебежала улицу в непозволенном месте. И сейчас я вызову полицию и потребую ее оштрафовать. Стой здесь, никуда не уходи. Алло, здравствуйте. Полиция Нестокрила, добрый день, я слухаю. Скажите, пожалуйста, я сейчас задержал человека, который переходил улицу в неположенном месте. Здесь нет пешеходного перехода, здесь есть подземный переход. Но она все равно настырно переходила, подвергая опасности водителей, себя. Вы оштрафуете? Что дальше произойдет? У меня надоедка по информации, мы на пешеходах шансоверными. Чекайте, направим на ряд полиции. Спасибо большое. А пока я жду полицию, узнаю, как работают патрульные в других городах. Слышал, что в Днепре копы наказали пешехода-нарушителя прямо на месте. На прошлой неделе 78-летний старичок в самом центре города перебегал дорогу в неположенном месте. И вдруг оказался под колесами до необычной машины, а патрульной. Копы были так чем-то заняты, что просто не заметили пешехода. Ну, они проезжали без привлековых маячков. Какой старенький, видать, не успевал. И они его поднимают капотом, и он падает головой об асфальт. Но увозили бы без сознания. Не просто без сознания, а в реанимации. В тяжелом состоянии, с политравмой, открытой черепно-мозговой травмой, с отрясением головного мозга. Сейчас какие-то гарантии давать нельзя. По идее, должны все-таки штрафовать, а не сбивать. Иду проверять другие патрули на бдительность. Вот это как раз одно из управлений национальной полиции, которая отвечает за безопасность дорожного движения. Вот, смотрите. В наглую бросаюсь под машинами просто под окнами полицейской конторы. О, вижу, люди в черном вышли покурить на крыльцо. Им явно все видно. Сейчас они меня, эх, как оштрафуют. Но нет, нарушение остается проигнорированным. Спасибо. Ладно, переезжаю к вокзалу, где большой проходняк приезжих. А здесь просто броуновское движение пешеходов. Вот они, штрафники. Какие там разметки или зебры. Каждый бежит по своей хаотичной траектории. Девушка, а вы знаете, что вы в неположенном месте дорогу переходите? Я теперь. Посмотрите, какой трафик здесь. Я не лезу, что не так. А вот, посмотрите, заботливая мать тащит чуть ли не под колеса свое неокрепшее дитя. А вы вот в неположенном месте с ребенком переходите дорогу. Вам не страшно? Ну, а здесь нет пешеходного пешехода. Ну, они есть в других местах. Вы не боитесь? Ну, перейти, но как? Ну, чуть-чуть пройти не хотите? Мы сейчас с вами стоим, а здесь срывай. А вот целая компания атошников ломится на пролом по дороге. Еще и с телефоном в ухе. Вот уж железные нервы. Вы думаете, хоть один патруль остановил всех этих членов клуба самоубийц? Здесь переходят дорогу как хотят. Ну, вот я могу идти по центру просто. А вот и первый экипаж. Я вместе с другими такими же оленями показательно бросаюсь под колеса. А, ребята. Всем по барабану. А вот второй экипаж. Я перед ними даже картинно притормаживаю. Я перешел в неположенном месте, практически перед вашим бампером. Почему вы нас не остановили? Такой же игнор я получил и от патрульных в центре города, где перебегал проезжую часть на красный свет. Машинка с мигалками меня даже слегка объехала. Второй раз за день мне, нарушителю, приходится бежать за патрульными. А нарушаете? Я вот хотел спросить. Я нарушаю, а вы не останавливаетесь? Нарушаете-ка. А по какой причине? Я остановлюсь. Я же буду препятствовать дорожному движению. А это уже что-то новенькое. Вам же надо меня оштрафовать. Ну, оштрафовать, конечно, нужно. Как у нас вообще в городе ходят люди? Хаотически? Хаотически ходят. Ну, вы даже не обращаете на такое внимание? Обращаем. У нас срочный вызов. К сожалению, мой эксперимент в Днепре показал, в нашем городе можно бегать по дорогам абсолютно безнаказанно. Здесь копы никого не штрафуют. Ну, разве что только давят. Львівских пешеходов так просто не задавити. Вражение, что тут роками відточивали навички перебігания. Ой-ой-ой, ну куди він біжить? Ну куди? По-під машини. Просто чоловік біжить по-під машини. До речі, світлофор ось там, у декількох метрах. Але львів'яни завзято розвивають свої спринтерські навички. А чому ви ось тут перебігаєте дорогу? Чому ви перелазите? Хочуть говорити. Більше так не робіть. Чому ви не по пешеходному переходу і не по світлофору? Можуть далеко йти. Далеко йти? А не, так ж це небезпечно, не дай Боже, звідки машини. Ну я акуратно, щоб ніхто... Більше так не робіть. Добре, дякую. Тут поліцейських я не побачила. Тож піду, пошукаю патруль і сподіваюся, мене добряче штрафануть за біганину. Позаду мене світлофор, але переходити дорогу я буду у невстановленому місці. Аж ось там. Рух шалений, але я нагло йду по дорозі на зустріч копам, нариваючись на штраф. Хм, може не помітили? Зараз приверну увагу. Скажте, де відео така смехатика? А ось вона. Дивіться, я навмисне прямо перед ними розвертаюсь і знову збираюсь перетнути дорогу навпростець. Хлопці, ну не підведіть. Та де там? Поглядами провели і все. Може, третя спроба буде щасливіша? Те ж саме місце і ті ж копи. І я знову йду їм на зустріч. І знову, прямо через дорогу. Ні зауважень, ні штрафів. Чому не робити зауваження? Або оштрафувати мене? Я тричі перебігла. Тричі перебігли? Ви не помітили? Ні. Що світить пішоходу за те, що він перебігає дорогу в нестаномому місці? Штраф 51 гривня. Але мене ви не оштрафували чому? Чому? Дивіться, односторонній рух. Так, так, виходить, що у Львові, якщо односторонній рух і мало пішохідних переходів, то можна просто подивитися в одну сторону і побачити, якщо автомобілів немає, то можна спокійно перебігти. Тож у Львові головне правило – пішохід має мати хороший зір і спринтерські навички. Бігай до схочу, штрафувати не будуть. А ось стандартна для Харкова картина. Ну куди же? Ви красний світ. Ну куди всі? Жінки, ну куди ви все на красний світ? Ну? Молодий людина, ну не нарушайте. Ніхто не слушає. Ну красний, всі бігуть і все. Подождите, ну красний же світ. Ну ви ж взрослі люди. Давайте соблюдати. Ну правда, красний світ. Моя колега Катя Морозова ще на початку цього року намагалась вмовити людей не перебігати дорогу там, де цього робити не можна. Здравствуйте, мужчина. А куди же ви? Тут же забор. Мужчина, а куди ви? Тут же немає переходу і, бачите, забор стоїть десь. Под землєю лучше, мені кажется, да? Ну, чоловік явно согласен, але сказати стесняється. Построили. Ну как же глупо? Ну как? Ну що глупо во в подземному переході? Оф! А тут немає прохода. Нарушаю! 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 Так зачем же ви це робите? Через забор. Ну вам жених 15 років. Так, розуміємо. Тоже нарушаєте? Так. Я вам не дам перелезти, так і знаєте. Я зараз не пойду принципіально. Я грудьмі стану. Харківські пішоходи вважають себе настільки безсмертними, що відважно топають не те, що не положено в місці, а ще й на червоне світло. Секундочку, поговоріть. Так, це що? Ось такі. Оказується, бабушки ще бігають. Харків неуловимі бабусі. Они неуловимі просто. Наша физічна підготовка нам не хватає, щоб догнати бабуші. Постойте, постойте. Та мені не каже стоять. Та мені не каже стоять. Шанов, шанов, вы куди ви йдете? Наших людей не перевозпитають. Стойте, стойте, стойте. Просто, просто какой-то шок. Я не знаю, як з цим боротися. Треба якось переграждати во время красного цвіта шлагбауном якимось. І коли буде зелений, всіх пропускати. Більше на старушек влиять ніяк невозможно. Тоді Катя намагалась привернути увагу копів. Попробуємося не спорти відносини з народом. Це у нас в першу чергу. Може зараз, коли є таке розпорядження штрафувати пішоходів, копи вже більш важні. Тепер вже я буду грати роль дорожнього бігуна. Мабуть, не побачили поліцейські. Рано пішов. Ця дорога веде до управління патрульних, тож правоохоронці їздять тут частенько. Чекаю наступних. Мінімальна реакція ось така. Ну не хоч посигнал, але хоч якась реакція цього разу була. Можна вважати, що попередили правопорушення у складньої завдання. Зараз я накапаю на того, хто явно повинен заплатити штрафчик. Роль слідного порушника, який кинувся мені під колеса, грає мій друг Вова. Ось такі от харківські копи миротворці. Ну вот, пройшов час. Ви віде поліцію? Я тож не віжу. Щас ми візнаємо, де вона. Ми візвали наряд к цирку. Ждать ли нам этот наряд пройшов уже час. Я задержал девушку, которая переходила в опасном месте дорогу, подвергая опасности автомобилистов, себя. И мне пообещали, что к нам приедет наряд. Но час никто к нам не подъехал. Повторно. То есть нам еще час ждать. Какие ваши ставки? Приедет полиция? Полицию мы так и не дождались. Может, если прийти к ним лично, они отреагируют? Продолжим наш эксперимент. Из-за девушки только что чуть не впилялась машина в стол. Скажите, пожалуйста, по закону, ее возможно оштрафовать или нет? Стой. Штраф, если может быть, 50 гривна, то что она в неположенном месте переходила. Она в неположенном? Везде пешеходные переходы. Везде. Из-за тебя люди чуть не верят. Ты ребенок был в машине. Ты видела это? Если вы перейдете дорогу в неположенном месте и тем самым создадите аварийную ситуацию, вам светит штраф в размере от 170 до 255 гривен. Или же придется отработать от 20 до 40 часов на исправительных работах. Должна быть доказательства 251 статья. Фото-видеофиксация. То есть мне надо было в тот момент, когда она перебежала через улицу, снимать на видео? И более того, при этом должен был присутствовать инспектор полиции. Если бы были какие-то последствия криминального характера, тогда на основании вашего заявления про криминальное преступление было бы принято ваше заявление. Тогда бы оброкриминалист бы проверял информацию, какие последствия были для транспортных средств, для других участников дорожного движения. Выходит, моего обращения мало. Нужны видеоподтверждения или свидетели? Может другой патруль оштрафует? Девушка переходила улицу, из-за нее машина чуть не впилялась в столб. Скажите, пожалуйста, вы можете оштрафовать? Это не ее предстало, чтобы ей запрещать. Мы можем, вот вы, поопечатель, бошенник, порушать, хотя бы стараться. Потому что люди тоже вокруг вас едят, ездить мы. У вас же этот глазок, он же регистрирует, да? Вот люди, которые на ваши глаза переходят, вы их останавливаете? Вот сейчас девушка, смотрите, вот сейчас она будет идти, вы ее будете останавливать? Интересно, почему? Свидетели есть, видеоподтверждения с их камер есть, инспектор присутствует, в чем же дело? На самом деле, тяжело притянуть человека с такой ответственностью, так как у нас нет паспортного режима. Как правило, пешеходы не носят с собой документы. А, не обязуют всех носить паспорт. А каждого пешехода возить в райотдел для установления его личности, не имеем права задержаться на три часа для выяснения личности. Ну, вы сами понимаете, что если мы не установим, три часа просидим с одним человеком. В принципе, мне надо выносить на месте протокол. Ну, кто-то должен начать этот процесс, скажите. Ну, кто, если не вы? Получается, не штрафуют, потому что банально не хотят усложнять себе жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...